Итоги насыщенного визита Владимира Зеленского в США. С кем встречался украинский лидер и какие договоренности были достигнуты, но и с каким настроением украинская делегация возвращается в Киев. Об этом и многом другом поговорим сегодня. Я Алена Черновол. Добрый вечер. Мы начинаем. Итоги визита Владимира Зеленского в США. О чем договорился украинский лидер с ключевыми американскими политиками и глобальными бизнес-корпорациями. Эксклюзивные интервью с американскими дипломатами, которые организовывали визит Владимира Зеленского в Вашингтон. Какими они видят реальные достижения разговора Зеленского и Джо Байдена тет-а-тет? Европа готовится к опасностям, которые несут в себе российско-белорусские учения «Запад-2021». Как будет реагировать НАТО на возможные провокации? Об этом прямо сейчас в программе «Украина на самом деле». Наша съемочная группа записала в Вашингтоне эксклюзивное интервью с одним из организаторов визита Зеленского в США. Внештатным советником президента Украины Эндрю Маком. Он рассказал, подробности за кулисья подготовки визита, также подвел итоги после встречи в овальном кабинете лидеров США и Украины. Далее – прямая речь. Есть ли у Вас информация, как долго это все готовилось? Были какие-то проблемы в ходе визита? И можно ли говорить, что произошел некоторый рестарт отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки? Смотрите, я думаю, что отношения сейчас на очень высоком уровне. Во-первых, у нас уже был госсекретарь в Киеве. У нас были встречи и звонки уже два раза с Белым домом. Мы встречаемся на уровне министерств, поэтому сказать, что эти отношения не были уже хорошие, я думаю, это неправильно. Немножко была неожиданность, так как были события в Афганистане, поэтому мы на несколько позже дней встречаемся с президентом. Поэтому я бы сказал, что нет рестарта, это более продолжение. Это мое субъективное мнение, что была какая-то такая инерция с предыдущей администрацией, завершила эти отношения на не очень мажорной ноте. Это уже история, но каждая новая администрация имеет свой подход, свою политику. Преимущественно, это несколько месяцев продолжается, чтобы мы поняли эту политику. Поэтому это совершенно неудивительно, что новая администрация президента Байдена тоже не сразу оформила свою четкую политику в отношении того мира. Это все нормально. Но, конечно, я думаю, если сравнивать с прошлой властью, то отношения сейчас на более высоком уровне и более такие откровенные, открытые и не политизированные здесь. Это очень важно. Все мы следили за событиями в Афганистане и взволновала некоторых людей в Украине речь Джозефа Байдена. Конечно, он говорил не об Украине, но он говорил, что политика несколько меняется по некоторым странам и больше не будет попыток военных. Во-первых, это не может касаться Украины, потому что американских военных в Украине в принципе нет. Они не воюют. Украина сама ведет эту войну. Украина до конца будет вести эту войну, мы это знаем. И даже Украина не просит, чтобы Америка участвовала. Максимум, что Украина просит, чтобы было больше поддержки. Поэтому, если мы посмотрим, сколько Соединенные Штаты инвестировали в оборону в Афганистане, это безумная сумма. Очень большая сумма. Я читал, что Украина за эти 7 лет получила менее 3%, чем Афганистан. А результат мы видим. В Украине очень сильная армия. Украина способна, даже когда очень сильный враг. Украина способна себя защитить. Украина получает очень мало помощи от Соединенных Штатов в отношении Афганистана или даже других стран. Поэтому, если сравнивать, я думаю, это неправильно по многим причинам. И также в Украине есть демократия, есть одна нация в Украине. А в Афганистане явно демократии никогда не было. Пробовали ее строить, но страна не была готова. И в Афганистане много наций, которые друг друга не воспринимают. А в Украине, слава богу, такого нет. Поэтому нельзя сравнивать. Я думаю, это fails analogy, как мы по-английски говорим. Я знаю, что сейчас это популярно. Но я не верю в это. Какая будет теперь позиция? Возможно, она будет неизменна администрации Байдена в отношении мирных переговоров с Российской Федерацией Украины. Будут ли сохранены эти красные линии, которые были в предыдущие годы, которые позволяли Украине где-то хранить свой суверенитет? Я уверен. Ясно, я не имею права говорить от имени президента Байдена. Но я уверен, что президент Байден и его администрация, если не дай бог, будет даже агрессия против Украины, она все сделает, чтобы защитить Украину. Она все сделает, чтобы дипломатично изолировать Москву. Я уверен в этом. Если не дай бог, оно будет. Если мы говорим о мирном процессе, да, конечно, все понимают, что минский процесс сейчас не работает. Эта система не работает. Я думаю, сегодня будет разговор об этой теме, как Соединенные Штаты могут помочь. Я, честно, не знаю всего ответа, но я уверен, что Соединенные Штаты очень заинтересованы, чтобы мирный процесс был успешным и довольно быстрым. Также нам надо понять одну вещь. Если мы смотрим на дипломатические цели, дипломатические цели, например, Москвы, это чтобы разделить Америку и Европу. Это их цель. Их цель разделить. Они будут пробовать использовать Украину в этих целях. И мы не можем позволить, ни американцы, ни украинцы, не можем позволить, чтобы это было. Чтобы мы, чтобы Украина вписалась в той политике, которая существует между, чтобы Украина была, как мы говорим по-английски, complementary этой политики, а не стала причиной раскола. Сейчас этого нет. Россия хочет, чтобы так было. Это очень важный пункт. Поэтому, если это Трансатлантик Юнити, это будет лучше. Нордстрим не удастся разрушить? По Нордстрим мы не согласны. Мы думаем, я имею в виду Украину, что эта политика, которая сейчас есть, она не в интересах Украины или Соединенных Штатов. Это мое личное мнение. Если честно, я не понимаю, почему они сделали это стейшн в Юве, потому что я не вижу здесь цель, что они получили из этого, что, например, Соединенные Штаты получили. Даже если хочется вести какие-то переговоры, то, смотрите, самологика утверждает, что если, например, когда я продаю условно дом, я не отдаю ключи, я не отдаю права на дом, пока я не договорюсь о цене этого дома. А тут как-то наоборот было. Здесь Соединенные Штаты решили, хорошо, мы не будем санкционировать именно материнскую компанию Нордстрим. Это не в наших интересах, а потом будем как-то договариваться. Логично, мое мнение, логично было бы наоборот это сделать. Сначала договориться, а потом снести санкции. Поэтому для нас, для Украины, это очень больная тема, потому что пока никто не дал адекватного ответа. И есть еще надежда, и мне кажется правильно, что Конгресс будет вмешиваться в этот процесс более глубоко, и мы уже видим последствия этого, к чему привело это решение. Например, мы видим, как Россия манипулирует газовым рынком. Мы это видим в Европе, поэтому мы уже видим последствия. Этот план не сработал, и никто не понимает, никто не объяснил этот план. Поэтому я думаю, здесь надо поговорить. Давайте сделаем шаг назад и подумаем, как решить, чтобы всем было хорошо, чтобы сработало это. Потому что в наших интересах также, чтобы у Германии и Америки отношения были сильными. В украинских интересах, чтобы Германия и Америка были в хороших отношениях. Абсолютно, здесь безусловно. Но как, например, Нордстрим сейчас, как сейчас оформлено, оно действительно вредит Украине и Америке. Если честно, в конце оно будет вредить и отношениям американцев с Германией, потому что оно не сработает. Этот визит готовился очень основательно. Я видел, за две недели даже были большие делегации министерств. В частности, Министерство реинтеграции, Министерство ветеранов. То, что было, мы знаем не публично. Но как трудно было готовить этот визит? Были ли проблемы какие-то ключевые? Я бы не сказал, что проблемы были. Соединенные Штаты – партнер номер один стратегических отношений для Киева. Это важный визит для Украины. Это победа. Надо тоже понимать, что президент Байден, по-моему, это вторая или третья европейская страна, с которой он встречается. Это означает, что для него Украина имеет высокий приоритет. Обычно перед таким визитом официальным, важным. Были делегации, были разговоры. Эти разговоры уже с июня тянутся. Это все нормально. Это показывает, какие важные отношения. И также делегации были в Киеве. С мая – три или четыре. Поэтому оно работает. И все это так, как должно быть. Есть определенный страх у определенных групп людей в Украине, что будет давление на Украину для того, чтобы сделать какую-то сделку. Не договориться с Россией, но, по крайней мере, найти какую-то нулевую ставку. Есть ли такие идеи в США? Нет. От серьезных людей я не слышал таких идей. Конечно, есть люди, которые, может, этого хотят в Вашингтоне. Но это меньшинство. Они не при власти. Никто не будет давить на Киев, идти на сделку, которая неудобна для Киева. Если даже будут с украинским президентом, этого не удастся. Он никогда не пойдет на такое давление. И я не чувствую абсолютно такие намерения здесь. И даже я серьезных разговоров не слышал об этом. И последний вопрос о Вейтингхаус, о ядерном топливе. Возможно, что это именно такое важное решение? Историческая сделка. Ну, будет больше, конечно. Мы ждем стейтмент. Сейчас встречаются президенты. Стейтмент, я думаю, будет сильнее. Но так, конечно, о Вейтингхаус, соглашение историческое. Поэтому, если оно реализуется, это будет иметь последствия до Украины на очень долгие годы. Геополитические. И геополитические, и экономические для Украины очень удобны. Поэтому нам надо все усилия приложить, чтобы оно происходило быстрее. Сейчас мы говорим о направлении. Мы хотим это сделать. Америка поддерживает. Украина тоже хочет поддержать. Реализовать надо быстро. Почему я об этом спрашиваю? Потому что этому уделяют мало внимания. Но на самом деле это может сделать Украину независимой. Абсолютно. Это 100% сделает Украину независимой. Украина вообще тогда энергетически будет независимой. Не исключая газ, надо решить в течение 10 лет. Украина будет независимой от России энергетически. И будет соединена с европейцами, с европейским стандартом. Это очень важный пункт. Я думаю, что все понимают, что это важно. Я в Украине видел, что СМИ достаточно много об этом пишут. А в Америке обычно немного меньше. Здесь сейчас другие проблемы. Мы знаем, что американские СМИ сейчас фокусируются на других темах. Таких, как Афганистан. Поэтому немножко меньше пишут. Но я уверен, на следующей неделе мы будем больше слышать об этом. Не чувствовали ли какое-то правило действия Росатами или российских структур? Или мы еще увидим? Смотрите, если мы говорим о отношениях между Украиной и Америкой, Россия не может влиять на них. А медийно? Я думаю, все возможно. Для России это также явно геополитический вопрос. Поэтому я уверен, что это не в интересах России, чтобы мы реализовали это. Но обычно для Америки это большая победа. Поэтому я думаю, что шансы достаточно хорошие. Дипломат Джордж Кент, который сейчас является временным поверенным в делах США в Украине, дал эксклюзивное интервью телеканалу «Дом». Он рассказал подробности финансовой помощи США Украине, на что именно пойдут выделенные средства и какую конкретно гуманитарную помощь Соединенные Штаты Америки выделили для Востока Украины. Также одной из тем разговора стал «Северный поток-2», строительство которого несет в себе угрозу не только для Украины, но и для всей Европы. Все подробности давайте посмотрим далее в интервью. Безопасность в нашем регионе – это ключ к успеху и миру, или наоборот? Может быть, успешные реформы – это ключ к безопасности? Я думаю, мы могли бы сказать, что ключ к успеху Украины – это страна с сильными и целостными институтами, с процветающей экономикой, которая дает возможность украинцам иметь ценности и устойчивость, противостоять российской агрессии, внешней агрессии. Так что это не выбор «либо-либо». Украине нужна безопасность, Украине нужно процветание, Украине нужны институты, которые обслуживают ее граждан. И США – преданный партнер, который стоит на помощи успешной Украине. Соединенные Штаты выделили большой транш для защиты прав человека в нашей стране. И заявление об этом мы вчера читали на сайте. И лично я, я из Донбасса, и я понимаю, что значит право для меньшинств и для людей, которые живут в зоне наибольшей нестабильности и кризиса. Не могли бы вы подробнее рассказать об этом треке из заявления о стратегическом партнерстве Украины, то есть гуманитарном треке? Конечно, США стремятся помочь украинцам, пострадавшим от конфликта. Частью заявления была ежегодная гуманитарная помощь, которую мы оказываем в первую очередь международным организациям, которые работают с украинскими властями и украинскими общинами, пострадавшими от конфликта. Таким образом, это были дополнительные 45 миллионов долларов в этом году. Кроме того, мы также оказали помощь в связи с COVID-19, и мы предоставили Украине целых 2 миллиона 200 тысяч вакцин, а также в общей сложности оказали помощь в связи с COVID-19 в размере 55 миллионов, помимо гуманитарной помощи. Большая часть наших программ в области демократии и управления, а также наших программ экономического роста, сосредоточена на востоке Украины. И это было намеренное решение несколько лет назад, потому что мы хотим укрепить украинские институты, укрепить украинскую экономику и понять, что на востоке Украины есть довольно большие потребности. И это также может относиться к жителям Донбасса, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта. А что касаемо Крыма, не только Донбасса, но и Крыма? Верно. Что ж, я считаю, что Крымская платформа была прекрасным событием. 23 августа и украинские власти поставили вопрос Крыма снова в международную дипломатическую повестку дня. Мы уже 7 лет работаем с украинскими властями над решением ключевых проблем и для жителей Крыма. Так что это включает в себя часть нашей помощи в программе. Это также включает нашу политику, которая заключается в санкциях против России и других организаций, активно действующих в оккупированном Крыму. И это также включает в себя помощь украинским гражданам и организациям, которые находятся под давлением из-за российской оккупации. И, как мне кажется, президент Зеленский упомянул в своих комментариях в Белом доме, что украинские власти предоставили нам списки украинских политических заключенных в оккупированном Донецке, оккупированном Луганске и в оккупированном Крыму, а также украинских политзаключенных в российских тюрмах с просьбой о нашей помощи в поднятии этого вопроса с российскими властями. Также вчера мы слышали о плане трансформации. Что вы знаете об украинском плане трансформации? Что ж, я думаю, что украинский план трансформации – это, конечно, вопрос, который лучше всего задать украинским властям. Я думаю, что в прошлом месяце мы видели большое количество украинских министров, которые приехали сюда, обороны, сельского хозяйства, энергетики и многих других, чтобы обсудить свое видение того, как Украина может развиваться, как более современная экономика и успешная страна. И я думаю, что Соединенные Штаты готовы быть партнерами во многих из этих областей. Если вы посмотрите на наше совместное заявление, там много деталей в сферах безопасности, обороны, космических исследований и развития институтов, которые необходимы Украине для успеха, институтов правосудия, антикоррупционных институтов в экономике и энергетике, противодействия России в превращении энергетики в оружие, зеленой энергии, а также сельского хозяйства и в других областях. Был подписан меморандум о взаимопонимании с Вестингхаус по ядерным технологиям. Между правительственными учреждениями, между США и Украиной, будет много позитивного. Конечно, вопрос может быть больше к украинскому правительству и президенту, но, может быть, вы что-то знаете про план мирного урегулирования, который вы упомянули вчера во время брифинга президента для СМИ. Думаю, вы знаете, украинские чиновники заслуживают похвалы за то, что они отстаивают и защищают свою территориальную целостность и суверенитет. И это тоже очень принципиальная позиция США. Украина оказалась в очень сложном положении, как ее соседи в Молдове, ее партнеры в Грузии, в странах, пострадавших от российской агрессии. Есть механизмы, которые помогут разрешить конфликты. У нас есть Минская трехсторонняя контактная группа по Донбассу. Она нормирует процесс. Другие конфликты имеют другие механизмы. Общий знаменатель – нежелание россиян выполнять взятые на себя обязательства. Обязательства, которые президент Путин дал в Минске в феврале 2015 года. Аналогичные обязательства, которые президент Путин дал президенту Саркози в Грузии в 2008 году. И они аналогичны обещаниям, которые Борис Ельцин дал в отношении Приднестровья еще в 1999 году. Думаю, проблема не в формате. Проблема заключается в готовности России позволить конфликтам оставаться неурегулированными, чтобы они могли попытаться повлиять на судьбу этих стран. И последний вопрос о должности спецпосланника по миру. Может быть, вы что-то можете о нем сказать? Я не жду нового специального посланника из США. Но у нас есть новый старший советник по энергетической безопасности. И я думаю, что это часть наших обязательств перед Украиной – противодействовать созданию оружия из Северного потока-2 России и помочь Украине избежать наихудших сценариев. И поэтому мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной и Германией, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве оружия. Это Украина на самом деле. Мы продолжаем. Рост промышленности, возрождение космической отрасли, развитие атомной энергетики, усиление цифровой безопасности. Все это только часть новой амбициозной программы «План трансформации Украины», представленного президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Более детально далее в нашем сюжете. 277 миллиардов долларов. Во столько обойдется реализация более 80 проектов в рамках новой программы «План трансформации Украины». Соответственный документ президент Украины презентовал представителям американских аналитических центров в рамках рабочего визита в США. По словам Владимира Зеленского, план определяет амбициозные цели относительно развития человеческого капитала, обеспечения зеленой трансформации и энергетической безопасности страны. Документ на презентации представили как форпост безопасности цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба. Так, для обеспечения безопасности украинцев в интернет-пространстве, Министерство цифровой трансформации проводит переговоры с представителями компаний «Гугл» и «Ютуб». По словам министра цифровой трансформации Максима Федорова, это необходимо в первую очередь для борьбы с российской пропагандой. У нас є найважливіша зустріч нашої команди Министерства цифровой трансформации, буде з командою «Гугл». Ми будемо розмовляти про плани розвитку компаній в Україні. Ми дуже хочемо, щоб окреме представництво з'явилося у «Гугл» в Україні, «Ютуб» з'явився, тому що мені здається, що коли в нас є російська агресія, нам потрібно, щоб контент модерувався в Україні, це дуже важливо, а не російські офиси модерували український контент. Тому ми хочемо, щоб велика кількість компаній міжнародних мали представництво в Україні, і сьогодні починаємо цей шлях комунікації, будемо зустрічатися. Хорошим маркером развития ІТ-сектора в Україні, по мнению президента, стало би офіційне відкриття офіса «Эпл» в Україні. Об этом он заявив во время встречи з генеральним директором компании «Эпл» Тимом Куком. Владимир Зеленський також поднял вопрос о дальнішем расширении присутствия компании в Україні, в частности, за счет команд онлайн-поддержки і модераторов. Уже сегодня Украина – мощный мировой ІТ-хаб. Наши специалисты успешно сотрудничают с компанией из списков «Фортун 500», в том числе и с «Эпл». Кроме того, президент призвал ведущих інвесторов и фонды активно сотрудничать с Украиной. Зеленський подчеркнул, что государство готово учитывать пожелания інвесторов и идти навстречу. И Украина является очень гибкой с точки зрения изменения законодательства, которое будет способствовать инвестициям. Украина открыта для инвестиций в ІТ-сектор, в сотрудничестве с американским бизнесом. Мы хотим, чтобы ваш бизнес заинтересовался не только возможностями по открытию представительств в Украине, но и инвестированием в украинские инновационные продукты. В проектах программы трансформации также заложен вопрос развития космической отрасли. В рамках рабочей поездки Владимир Зеленский встретился с руководителем НАСА Биллом Нельсоном, где стороны обсудили участие отечественных предприятий в проекте «Антерес» в программе исследования Луны «Артемида». Программа трансформации предусматривает и развитие атомной энергетики. Планируется выделить 9,6 миллиарда долларов на строительство двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции и малых модульных реакторов. А также проект строительства завода по производству ядерного топлива на базе госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат». Уточним, что план трансформации Украины предусматривает финансирование за счет государственного бюджета страны, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций. А теперь давайте подведем первые именно финансовые итоги визита Владимира Зеленского в США. Итак, Украина получит 463 миллиона долларов на реформы. Еще 60 миллионов наша страна получит на поддержку безопасности. Также 45 миллионов долларов США выделяют в качестве гуманитарной помощи Востоку Украины. Вместе с тем, Белый дом решил помочь Украине, выделив 12,8 миллионов на борьбу с коронавирусом. Также Украина готовит совместный энергетический проект. Его оценивают в 30 миллиардов долларов инвестиций. Еще 3 миллиарда долларов США предоставят Украине от экспортно-импортного банка. Об этом речь идет в меморандуме по итогам встречи Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. Далее мы будем об этом говорить и проанализируем все эти цифры, а точнее то, как они отразятся на жизни как нашего государства, так и, возможно, каждого из нас. Все это нам разъяснит Олег Устенко, это советник президента Украины по экономическим вопросам. Олег, добрый вечер. Добрый вечер. Благодарю вас, что вы нашли время этим вечером пятничным, чтобы уделить нам несколько минут и разъяснить вот эти огроменные цифры, которые я только что озвучила. Мы подготовили графику сотни миллионов, десятки миллионов, миллиарды долларов в разные сферы и отрасли, на разные реформы и так далее. Вы нам, пожалуйста, как всегда, с профессиональной точки зрения, но простыми словами, а как это все отразится на нашей жизни, на жизни каждого гражданина? Я бы сказал, однозначно, это то, что поездка президента Вашингтон и в целом, знаете, он был в Калифорнии тоже, более чем успешна. И подтверждением тому являются и те политические договоренности, если какие-то геополитические договоренности, которые были достигнуты в ходе этого визита. Но также то, что интересует всех наш, это, конечно, и вопросы, связанные с экономикой. Совершенно очевидно, что каждая встреча, которая была у президента, она была пронизана в том числе и вопросами, связанными с экономикой, вопросами, связанными с возможностью усиления наших экономических позиций, начиная от обычных встреч с бизнесом, которые проводил президент, и непосредственно в Вашингтоне, и перед встречей с президентом Байденом, и после Вашингтона, выступая в Стэнфорде, и потом выступая, и имея встречи в Калифорнии, в Сан-Франциско и в Лос-Анджелесе, все это, в общем-то, касалось вопросов, связанных с экономикой. Вы знаете, что у президента была блестящая встреча с мировым банком, с директором мирового банка в Вашингтоне. Вы знаете, что у него была более чем позитивная встреча с представителями еврейских организаций в Вашингтоне, более чем позитивная и полезная встреча с представителями, то, что называется украинский фокус в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, друзья Украины. У него была очень позитивная встреча с руководством нескольких крупных компаний в Соединенных Штатах Америки. В общем, в целом, все проходило достаточно позитивно. Да, Олег, мы также следили за этими встречами и освещали это все в прямом эфире и анализировали по ходу того, как они происходили. От вас хочется услышать, возможно, уже каких-то итогов и результатов. Вот то, что мы видим в этих цифрах, да, что в них отражается, суть этих цифр, что мы получим. Потому что, когда мы говорим 60 миллионов на оборонку, мы говорим с военными экспертами, и они нам разъясняют, куда пойдут эти деньги. На обучение военных, на экипировку, на повышение стандартов наших вооруженных сил. Это понятно. Когда мы говорим о сотнях миллионов долларов, допустим, на реформы, там больше 300 миллионов пойдет. Вот как мы можем это ощутить и когда? На что нам внимание обратить, чтобы мы поняли, да, президент съездил в Соединенные Штаты Америки, слетал туда на встречу с Байденом, и вот, что он оттуда привез. А что? Однозначно то, что начнет работать моментально, сразу и сейчас, это эти 3 миллиарда долларов кредитная линия, которая открыта от американского Эксимбанка для предпринимателей и Соединенных Штатов Америки, которые делают бизнес в Украине, и для предпринимателей украинских, которые работают со своими американскими партнерами. В данном случае речь идет прежде всего о высокотехнологической продукции, которой так заинтересованы мы здесь в Украине и которую у нас есть возможность получить по этой кредитной линии Соединенных Штатов Америки. Например, если вы предприниматель, который нуждается в покупке новых станков, нового оборудования, он может закупить это в Штатах. Эта трехмиллиардная линия означает, что в принципе под нулевой фактически процент можно будет получать товарный кредит, но фактически который бесплатный, что в наших условиях было бы в принципе невозможно. Это даст возможность усилить для нас, наше, если хотите, технологическое присутствие в разных отраслях нашей промышленности. То, что однозначно позитивно, это кредитные линии, которые, скорее всего, будут открыты сейчас и для Укроборонпрома. Кроме всего прочего, там идет речь и о прямой помощи для Укроборонпрома, потому что буквально недавно Офис Президента официально сообщил об этом на своем сайте, о том, что подписаны соответствующие договоренности с Укроборонпромом. Также сообщено о том, что, на мой взгляд, более чем значимое для нас событие – это вопросы, связанные с ирригацией и орошением. Большая программа подписана с Международной финансовой корпорацией. Есть уже заявление нашего министра аграрной политики Романа Лещенко как раз по этому вопросу. А это дает возможность, ну не просто усилить наше присутствие на этом рынке, я имею в виду на рынке аграрной продукции, но дает возможность перейти на качественно новый уровень, потому что ирригация, например, для таких областей, как Одесса, как Херсон – это более чем значимая вещь, что может действительно более чем значимо влиять на развитие всего этого сектора экономики. Более чем позитивное соглашение, которое было подписано – это соглашение о возможности поддержки, то, что называется, большого строительства, да, вылыкового будивництва в Украине. И здесь есть программа, которая достаточно активно будет усиливать это направление. Речь идет прежде всего о строительстве новых больниц и вообще, в принципе, о развитии медицинского сектора. Вы знаете, что часть этой программы президентская включает как раз вопросы, связанные с общественным здравоохранением, как раз со строительством больниц, поликлиник. Да, и другие инфраструктурные объекты. Олег, здесь услышали, у нас время, к сожалению, на общение ограничено, но не могу еще не спросить у вас касательно динамики того, что у нас в экономической среде происходит. Ну и вдобавок к этому, я понимаю, в сентябре, если не ошибаюсь, если да, вы меня исправите, у нас там выплаты ожидают очередные по внешнему долгу, а с другой стороны, ожидать ли нам очередного транша от МВФ, потому что эту помощь безвозвратную 2,7 миллиарда получили хорошо. Что дальше по программе? Золотовалютные резервы полны. Более чем 30 миллиардов долларов в наших золотовалютных резервах находятся. Это фактически больше, чем 5 месяцев, практически 6 месяцев нашего критического импорта. В два раза больше нормы, которая необходима для того, чтобы мы говорили о том, что страна находится в устойчивой финансовой ситуации с точки зрения внешних выплат. Выплаты действительно в этом месяце большие. В сентябре 2,8 миллиарда долларов. Первая выплата уже была сделана на этой неделе. Мы выплатили 1,5 миллиарда долларов по европейским облигациям, которые брались в 2015 году. Еще предыдущая администрация. Деньги выплачены. Следующая большая выплата, которая должна быть в этом месяце, это еще 1 миллиард долларов. Опять-таки выплата, которая делается по долгам, взятым в 2016 году. То есть старые долги. И незначительная выплата в 300 миллионов долларов должна будет уйти под конец этого месяца. Но подушка безопасности полностью сформирована. Здесь даже нет каких-то причин опасаться. Что касается, как вы говорите, новых возможных средств, которые мы должны получить от Международного валютного фонда. Вы помните, что был более чем успешный разговор президента Зеленского с Кристалиной Георгиевой. Это управляющий директор Международного валютного фонда. И была достигнута договоренность, что в сентябре, буквально в ближайшие дни, мы ждем в Киев миссию Международного валютного фонда. Также наш парламент планирует проголосовать два законопроекта, которые достаточно важны. Один, который усиливает еще больше независимость национального банка. Что так необходимо для страны, где политические дискуссии порой настолько зашкаливают и уводят в том числе и правильную, вроде бы, экономическую риторику. Слишком сильно, вот такой популистский, если хотите, крен. В данном случае это законопроект. Пока законопроект, но потом, когда станет законом, усилит независимость национального банка. Ну и то, что касается усиления нашей антикоррупционной архитектуры. Это второй закон, который должен быть проголосован Верховной Раде. И, в общем, мы считаем, что все с нашей стороны сделано. И миссия Международного валютного фонда будет в Киеве, и мы можем вынести заседание по Украине, вернее, вопрос по Украине на заседание Совета Директоров. Мы также ждем 600 миллионов евро, то, что называется, макрофинансовой помощи до 14 сентября. То есть, вот буквально опять-таки в ближайшие дни от Европейского Союза. Не первоначальные, но такие уже четкие договоренности есть. Я боюсь говорить о сроках, потому что за это отвечают, в общем-то, не Офис Президента, а Кабинет Министров. Но, насколько мы понимаем, в Офисе Президента от премьера все движется в правильном, вот на таком правильном проекте. Олег, здесь услышано максимально коротко, напоследок, я вас попрошу. Ваши ожидания? До конца года мы получим очередной транш по программе сотрудничества с МВФ? Я не сомневаюсь в том, что мы в сентябре планируем его получить. Но тоже правда, что мы надеемся и на то, что программа будет продолжена. Нехорошо, когда Украина фактически за всю свою новейшую экономическую историю всегда обрывала сотрудничество с МВФ. И никогда не выбирала эти фонды. Спасибо вам за эту информацию, которую вы с нами поделились. За ваше профессиональное мнение. Всегда рады видеть вас и слышать в нашем эфире. Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам, вместе с нами был на прямой связи. Друзья, у нас еще остается немного времени для того, чтобы подвести и политические итоги встречи нашего президента с американским лидером. Стороны довольны результатами переговоров. Так прокомментировал настроение украинской делегации наш корреспондент Алексей Мацука, который всю неделю работал там, в Вашингтоне, и освещал встречу лидеров Украины и США. Он добавил, что после этого визита отношения между странами еще больше укрепились. Давайте услышим. У всех у них позитивный заряд на то, что все, что здесь добились они в Вашингтоне в плане договоренности, меморандума и совместных проектов, это все будет иметь конкретное измерение уже по возвращению в Украину. Поэтому вчера, например, когда Владимир Зеленский был в украинском доме, то он был в очень хорошем позитивном настроении, потому что, очевидно, он изнутри видит, как и принимают. Мне удалось побывать на личном приеме президента Зеленского с главой Министерства обороны Соединенных Штатов Остином. И я скажу так, что это происходило в очень дружеской и такой, знаете, почти, как бы вроде бы формальная была беседа, но по факту, по настроению беседа была реально, ну, неформальная, как будто бы. То есть люди говорили абсолютно на одной волне, абсолютно одно было настроение, что, как сказал Байден, Украина и Соединенные Штаты имеют одну систему ценностей измерения того, что происходит в наших обществах, в обществах, которые стремятся, в демократических обществах, которые стремятся строить общую демократическую эту модель. И с нами на прямой связи Богдан Еременко, это народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», член комитета по вопросам внешней политики и международного сотрудничества. Богдан, добрый вечер. Добрый вечер. Приветствую вас, уверенно, следили пристально за визитом главы нашего государства в Соединенные Штаты Америки за этой встречей и за теми итогами, которые имеем на данный момент, вот в разрезе политическом. Что привезет с собой наша делегация во главе с президентом обратно оттуда из Америки? Да, конечно, следил пристально, тем более, что в прошлом дипломат с 90-х годов я работаю на американском направлении, мне есть что сравнивать и с чем сравнивать. И я уверен, что президент вернулся в Украину в совершенно деловом приподнятом настроении, есть очень позитивные результаты. В целом, создается впечатление, что мы наконец-то вышли на такой достаточно зрелый уровень партнерства с Соединенными Штатами Америки. Документ, подписанный или оглашенный президентами, совместное заявление о стратегическом партнерстве, очень хорошо систематизировал все то важное, что у нас есть. И определил определенные вехи, как вот это важно должно реализовываться, в каких моментах, что мы будем делать для того, чтобы общие ценности стали общими достижениями. Причем, что радует в совершенно разных сферах, не только в сфере, которая жизненно важна для Украины, оборона. Мы говорим также о тех вопросах, которые являются, ну скажем, самыми актуальными на мировой повестке дня. Это и изменение климата, и энергетическая безопасность, и продвижение прав человека, и борьба с коррупцией и так дальше. То есть все то, что важно с точки зрения мировой политики сегодня, что важно с точки зрения развития Украины, это является составляющей стратегического партнерства Украины и Соединенных Штатов Америки. И мы имеем на сегодня документ, который, я думаю, еще несколько, а может быть много лет впереди нас мы будем использовать, как критерий оценки успешности того, что происходит в украинско-американских отношениях. Ну и с точки зрения дипломатии, визит хрестоматийный, он просто очень удачно сформирован, организован, продуман, кроме официальных встреч на самом высоком уровне, что, ну куда скрывать, не всегда, во время не всех рабочих визитов лидеров Украины в Соединенные Штаты Америки удавалось достичь. Кроме этих встреч есть очень важные встречи с капитанами бизнеса американского, причем в тех сферах, которые президент Украины еще в предвыборной своей программе определил как важнейшее, это IT, например. Да, Богдан, об этом мы поговорили и с Олегом Устенко, советником президента по вопросам экономическим именно. У вас еще не могу не спросить, вы заранее немного высказывались уже об этой встрече и говорили, что очерчен такой коридор тем, это ваше высказывание, да, те направления, в которых мы сотрудничаем и будем сотрудничать далее. Вы уже сейчас в этом ответе говорили, что для нас, для нашего государства в первую очередь важный вопрос сам, это безопасность, это то, что происходит у нас на востоке страны, а именно временно оккупированной территории и агрессия со стороны Российской Федерации. Звучали вопросы о том, в каком формате может присоединиться представитель Соединенных Штатов Америки, к каким-то там площадкам, на которых обсуждается этот главный для нас вопрос. Минск, Нормандия, возможно создание какого-то нового формата, я вас коротко попрошу напоследок, возможно вы видите, какой это может быть формат и как в данном случае нам могут помочь штаты. Я думаю, это тот вопрос, который должны действующие дипломаты комментировать и президент, сотрудники его администрации, это слишком щепетильный вопрос, поскольку никаких договоренностей не объявлено, не подписано, очевидно разговоры продолжаются. Это понятно почему, потому что привлечение США в сферу регулирования конфликта между Украиной и Россией вызывает острейшее невосприятие в самой России, иногда не находит понимания и в Германии, поэтому это совершенно не тот вопрос, где нужно спешить объявлять какие-то уже готовые решения, пока о них не сообщат президенты. Услышано, Богдан, обязательно продолжим еще беседу на эту тему, я уверена, в нашем эфире, спасибо вам, что сейчас нашли время, чтобы с нами пообщаться, Богдан Еременко, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» был вместе с нами на прямой связи, друзья, я благодарю вас за то, что вы с нами в течение всего этого эфира и всей этой рабочей недели, спасибо вам за внимание, за доверие, не забывайте заглядывать на наши мультимедийные платформы, в социальные сети, телеканалы «Вдом» и «Юэй», там все самое важное и интересное для вас, хорошего вам вечера и приятных выходных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!